Добрый день! Сегодня 29 марта 2024 года. Я хочу сделать небольшое сообщение, минут на 15, по теме, которую мы рассчитываем осветить подробнее 24 апреля на традиционной встрече в регистрации лаборатории. Там будет некоторая дискуссия. А пока объявлю тему. Это тема ответственность в терапии. Оказалось, что на многих супервизионных встречах, терапевтических, учебных встречах мы обсуждали то, что клиент не берет в себя ответственности. Ответственности за свою жизнь, ответственности за свои чувства и ответственность за свое мнение, ответственность за свой выбор. Согласитесь, что звучит это несколько оценивающе, правда? Берет, не берет, берет, не берет. То есть позиция терапевта, который так говорит о своем клиенте, позиция супервизора, который говорит со своим супервизантом, она как будто бы сравнивает текущую ситуацию с какой-то гипотетически хорошей ситуацией и дает некоторый такой негативный оттенок относительно текущей ситуации. То есть клиент не берет в себя ответственность. И стал вопрос о том, что очень часто мы обсуждаем треугольник Кармана, что терапевт попадает в сюжет отношений клиента с его друзьями, родственники, даже самим собой. И оказывается в роли либо спасателя, либо обвинителя. Ну, например, терапевт слушает клиента, который говорит, мой возлюбленный меня разлюбил, и мне плохо. И терапевт прямо сразу чувствует, что ну как же так вот, этот человек плохо поступил, второй, что надо как-то поддержать первого. И как только он так думает, он попадает в очень такое хлипкое место, потому что как можно дать поддержку, чтобы передать ответственность клиенту, как можно дать поддержку, чтобы забрать ответственность у собеседника. Например, ну действительно нехорошо с его стороны, что он разлюбил. Здесь у кого ответственность? Ответственность у второй стороны. Что мы поддерживаем клиентам? Ну, в общем, здесь пока вроде все нейтрально. Ну, если дальше я так поставлю вопрос. Наверное, вы очень переживаете, что ваш возлюбленный вас разлюбил, мы передаем ответственность человеку. То есть мы его различаем, как человека, имеющего мысли, чувства, мотивации, свою локацию, пространство и времени. Если я говорю о том, что, ну, утешьтесь, в конце концов, так бывает, я фактически ответственность не передаю. Хотя по-человечески вроде бы сообщают вполне позитивные вещи. В этом смысле я всегда задаю себе вопрос. Если мой собеседник не может, как мне кажется, взять ответственность, то какую ответственность и за что я хочу вам передать? Во-первых, из какого из моего источника идет эта идея? То есть, что я имею в виду? На что я намекаю? И второе, почему? Какой есть мотив, какая есть причина или какой есть дефицит у моего собеседника, что он не может сделать то, что я рассчитываю, что он сделает? Я сейчас пока оставлю за кадром, что точно мой контрперенос побуждает меня думать о том, что человек берет, не берет ответственность. То есть, хотя это как бы такая знакомая для нас, как для гештальтерапевтов, ну, ситуация. Но, тем не менее, все-таки, если я хочу чего-то от человека, и как бы им недовольно, им в том, как он сейчас организовывает свою жизнь, то, значит, все-таки я уже что-то привношу из другой жизни. Ну, с другой стороны, почему бы и нет. Всегда мы что-то привносим. Итак, два вопроса. Что я буду считать ответственностью? И что я буду считать отсутствием ответственности? И из каких мотивов я буду предполагать, что человек ее не берет? Ну, первый вопрос, ответ очень простой. По сути, это агентность. То есть, я как тот, кто имеет свое место в пространстве, имеет свое мнение, имеет свое переживание, имеет свою реакцию на происходящее, имеет свои побуждения изнутри себя к миру, может находиться в диалоге, может находиться в «я-ты» диалоге, где «я» и «ты», ну, две руки, две, ну, более-менее равноправные таких вот фигуры. То есть, обращение к мыслям, к чувствам, к телесностям, к позиции, к выбору, к процедуре выбора, к «я». А, допустим, если я как терапевт говорю, клиент не берет себе ответственности, предположим, клиент говорит, «Майя, мы поехали с другом в отпуск». Ну, друг сказал «поехали», я сказал «поехали», но как-то это была его инициатива, а я вроде и не давал согласия, но мы уже едем. И вот прямо в этой формуле прямо чувствуется, что ответственность моим собеседникам не взята, что она как бы им передана другу аккуратным, и что заранее меня, как слушателя, ну, просто приглашают внутрь треугольника, в котором есть жертва, есть спасатель, ну, я, наверное, буду спасатель, а есть вот друг, который, ну, вот инициатор ситуации, то есть он агент, его активность на первом месте. Это ухо надо настроить, чтобы слышать такие комбинации, потому что зачастую они выглядят социально очень узнаваемыми, и мое восприятие как терапевта просто проскакивает мимо таких эпизодов. Потому что если бы я так была свободна от контрпереноса, здесь я спросила бы, а, то есть как-то вы не успели сформулировать и произнести вслух то, что какие у вас намерения, мой собеседник, может, сказал бы, ну, у меня и не было четко сформулированных намерений, но я чувствую, что не я инициатор, и что я чувствую себя как бы здесь ведомым. И дальше у нас был бы интересный разговор уже о том, как формируется намерение, где человек рискует заметить себя, где он отдается процессу и так далее. Был бы интересный разговор. Но он должен быть, мне кажется, агентом, то есть главным действующим лицом. Агент в этом случае я употребляю в том смысле, как лингвист употребляет агент. То есть позиция того, кто источник действия, кто главный действующий лицом. Допустим, дерево растет в лесу, это дерево агент, а лес в лесу – это уже обстановка. А в лесу растут деревья, но, возможно, здесь лес. Трудно, конечно, сказать, что лес выращивает деревья. Ну, или лес содержит в себе деревья, или лес включает в себя деревья, то здесь деревья – пэшенс, а лес – агент. Ну, что-то в таком духе. Это не просто языковая игра, это подсказка. А теперь вторая половинка вопроса. А вообще может ли быть такая идеальная ситуация, где терапевт вообще не включается в треугольник Армена? То есть вообще никак не задет темой спасения. Ведь мы часто начинаем терапию с клиентом, который пришел с улицы, как мы говорим. Рассказывает свою житейскую ситуацию, не без намека, что ситуация как-то неблагополучная, ему как-то в ней дискомфортно, что он бы хотел как-то по-другому, или что он чувствует себя не очень комфортно, или что что-то не так происходит с ним. И обычно это старт беседы. И даже мы, вот я даже, видите, зажимаю себе вот сейчас, но страшно сказать. Мы даже его спрашиваем сначала, «А какой твой запрос? Чего ты хочешь?» И клиент, ну, честно, отвечает в терминах социальной ситуации, где, в общем, он хочет чего-то, чего сейчас у него нет. Либо свойство какое-то себе приобрести, либо социальное действие, чтобы какое-то состоялось, которое ему было бы желательно. либо какие-то изменить, ну, свои мысли и так далее. Вот. И, по сути, даже в тот момент, когда я спрашиваю человека, чего вы хотите, я, ну, так делаю некоторый шаг на эту карусель. Такая карусель, я мыслю, в парке, на которой детки или взрослые катаются, на которой крутится и крутится. И там три роли – спасатель, жертва, преследователь. Ну, в разных ее таких масках. Вот. Наверное, поэтому я, как терапевт, тоже должна себе довольно часто задавать вопрос, а что я, собственно, сейчас делаю, а в чем моя ответственность ситуации. И быть готовы, в том числе, к бессилию, потому что ситуация находится в поле клиента, а я, допустим, просто с ним разговариваю. И тема, которую я хотела бы, ну, обсудить, это на практике границы и возможность ответственности терапевта, его воли, его намерения, его активности, и его включенности в жизнь клиента. Такой хороший баланс между попыткой, надеюсь, успешной, изменить жизнь человека к лучшему, и темой терапевтической позиции, когда именно за счет увеличения собственной клиента, его клиента осознанности, ответственности, актуальности. Ответственности не в смысле, разбил чашку, ну, теперь отвечай за содеянное, а ответственности в смысле, способности и привычке признавать себя существующим тем, кто действует в ситуации, делает выборы, рискует, совершая так творческого регулирования, интегрирует результат. Вот. И именно за счет увеличения, как я считаю, терапевт здесь достаточно буду настойчиво, за счет увеличения вот этого процента ответственности, хотя это звучит немножко старомутно, конечно, восстановление данных природы от рождения, человеку способности обустраивать наилучшим образом свои отношения с жизнью. Вот. Спасибо вам большое. Это такое дискуссионное заявление, конечно. И я рассчитываю, либо в чате вот этого телеграм-канала, если не телеграм-канала, а ютуб-канала, либо в живом разговоре 24 апреля, ну, может быть, создать подобие дискуссии о том, что и как мы можем делать, и что и как мы делать струдняемся. И так это 24 апреля.